Привет! Сейчас мы будем делать пакет Tracer 8.3.1.4. Для этого скачиваем инструкцию, переходим по ссылке, скачиваем, сохраняем и открываем в Adobe Acrobat Reader. Вот он у нас открылся. Здесь у нас есть синие поля, их нужно будет заполнять. Потом сохранить этот .pdf файл и отправить его вместе с .pka файлом, который мы сейчас и скачиваем. Открываем с помощью пакет Tracer. Сейчас он у нас откроется. Подождем немножечко. Сразу можно создать сеть. Ладно, он открылся. Вводим имя. Email. Дополнительную информацию. Подтверждаем. И вот у нас задание. Внимательно его нужно прочитать и делать все по инструкции. Я уже знаю, что надо делать, поэтому я сразу буду в эту таблицу вносить данные. Копируем. Вставляем сюда. Только нам нужно вот эти два нуля убрать, потому что у нас их не будет видеть наше устройство. Если мы с вот этими двумя нулями сделаем, у нас ничего работать не будет. Нам нужно делать без них. Как я здесь и написал. Только здесь будет 9. Вот. Вот это у нас сеть вторая. Первая. Вторая. Третья. Здесь 10, но в 16-ричной системе это большая A. 11-я сеть, большая B. Ну и логично оказаться, что 12-я сеть это большая C. Выходит 1, 2, 3, 4, 5. 5 сетей. Для четырех разных устройств и одна, которая совмещает два маршрутизатора. Теперь нам нужно внести это вот сюда вот в таблицу. Секунду. 8, 9. Это у нас последняя совмещающая коммутаторы. И здесь будет 1, потому что устройства идут с первой. То есть мы устройство назначаем 1. И тут тоже везде 1 будет. Там у нас сети, а здесь именно устройства. Поэтому тут будет единицы. Тут будут единицы. Здесь у нас A. Опять же, единица. Здесь у нас B. Единица. И здесь у нас C. И здесь уже 2, так как под сети C уже есть единица. Значит, здесь будет 2. Шлюзы по умничанию настроены. Просто настраиваем нашу маршрутизатор. Начнем. Открываем первый маршрутизатор. Командную строку. Enable. Configure Terminal. Interface G.0.0. IPv6. Адрес. И вставляем наш первый IP-адрес. Здесь 8.1. Секунду. Я сразу буду копировать из таблицы, чтобы было проще. Поэтому я закреплю это сверху. Открою таблицу. Буду вот так вот копировать. Копировать. Ставить. Подтверждаем. И включаем обязательно интерфейс. Notion Down. Потому что иначе у нас не все будут баллы. Мы видим, что у нас здесь появился зеленый треугольник. Когда мы все выполним, должны быть везде зеленые треугольники. Поэтому нужно включать все интерфейсы. Дальше. Интерфейс. Libby Ethernet. 0.1. IP. Можно нажать стрелочку вверх и найти нашу прошлую команду. И здесь просто поменять на 9. И все. Notion Down опять же. Теперь. Серийный порт. 0.0.0. Опять же можно вверх пролистать. Здесь у нас C. И здесь у нас не один. Ой. Нет. Один. Все правильно. И тоже его включаем. Также можно смотреть вот здесь, что у нас появляются баллы. Check Results. И мы видим, что здесь Assessment Items. Видно, что мы, например, Libby Ethernet 0.0 правильно настроили. И 0.1 тоже. И серийный. Осталось только Link Local. Их я позабыл вписывать. Их тоже нужно вписывать в каждый интерфейс. Поэтому. Пока мы сейчас сериал, мы можем. Вот у нас есть здесь команда. Снизу. IPv6.andres. Вставляем IPv6.link.local. IPv6.andres. Я его вот здесь вот мы берем. Копируем. Вставляю. И Link Local. Подтверждаем. А, этот порт мы уже включили. Осталось только другие доустраивать. Интерфейс G.0.0. Здесь, опять же, pv6.pink.local. Такой же. Подтверждаем. Теперь нужно интерфейс G.0.1. И здесь тоже самое прописать. Все. Это все мы настроили. Опять же, смотрим по нашим баллам. И у нас 18 из 40. Check results. И мы видим, что первый R1 у нас настроен полностью правильно. Нужно также настроить R2 и компьютеры. Возвращаемся. И настраиваем просто дальше. R1 закрываем. Настроим теперь R2. Все то же самое. Enable. Configure Terminal. Enable не прописался. Enable. Configure Terminal. IP. Интерфейс G.0.0. Здесь вверх листать не выйдет. Поэтому нужно прописать один раз. Все сначала. IP. В6. Андрес. Вставляем наш из таблицы IPv6. Для R2. G.0.0. Это вот такой IPv6. Вставляем. Подтверждаем. Включаем интерфейс. И опять же нужно прописать IPv6. Секунду. Пробел лишний. IPv6. Адрес. Скопировать уже с двойкой. Link.Local. Вставить. И прописать. Link.Local. Все. Я уже включал интерфейс. Да, я его уже включал. Переходим на следующий. Интерфейс. G.0.1. Здесь мы уже можем все стрелочкой вверх находить. Link.Local пропишем. И пропишем. IPv6. Адрес. Здесь только большая B. Enter. Теперь интерфейс. S.0.0.0. Здесь тоже все так же прописываем. Здесь C. Здесь 2. Все по таблице. И link.Local прописать. Все. У нас все маршрутизаторы настроены. Баллы мы видим. 34. Check results. Assessment items. Видим, что... Ага. Я забыл включить 2 порта. Вот это вот мы и видим. Поэтому нужно все проверять. Всегда. Интерфейс. Уложить так. No shutdown. И... Дальше. Интерфейс. G.0.1. No shutdown. Все. Интерфейсы включили. Везде у нас зеленые треугольчики. Сейчас вот тоже станет зеленый. Зеленый треугольничком. И мы настраиваем компьютер. Тут тоже все просто. Desktop. IP Configuration. Вот мы видим IPv6. Можно закрепить в топе. И смотрим здесь IPv6 Auto Config. То есть мы даже тут ничего настраивать не можем. Ни их не надо. В общем. Нажимаем Auto Config. Сейчас он у нас автоматически поставился. Все. Закрываем. И так делаем с каждым компьютером. Все просто очень просто. Auto Config. Desktop. Auto Config. И последний также. Desktop IP Auto Config. Все. Теперь мы можем посмотреть на наши баллы. И мы видим, что у нас 40 баллов из 40. Также мы видим, что везде у нас галочки. Значит, все мы сделали правильно. Сохраняем обязательно наш пакет Tracer. Да. И отправляем его вместе с заполненным PDF файлом в специальную форму. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.